Привет! Я хочу поделиться своим прогрессом в Блендере за 100 часов. Начал я свое обучение без какого-либо понимания, к чему хочу прийти в 3D. И сразу скажу, даже сейчас я не знаю в какой сфере хотел бы точно остаться. Но ближе всего мне в данный момент специальность Environment Artist, художника по окружению. Задолго для 3D я увлекался пейзажной фотографией. Мне нравилось находить красивые локации с объемным освещением или гармоничным цветом. За два года увлечения фотографий я не пришел к успеху и перегорел. В 3D мое путешествие началось с ролика Блендера за один час. Все что мне отложилось после данного ролика это навигация в программе и как работают некоторые модификаторы. Но не появилось даже иллюзорного ощущения, что я владею программой. Далее попробовал сделать стеклянную колбу с роббизами, чисто с интереса как вообще делаются стеклянные прозрачные модели. Потом я нашел курс в Блендер Гуру с Пончиком. Он закрепил мои начальные навыки навигации в программе и дал первый красивый рендер первой своей модельке. Но людям, которые захотят начать так же, я не советую. Позже расскажу почему. После Пончика я не знал, что хочу моделить и захотел попробовать сделать тюби-крема. Но он у меня не получился из-за отсутствия навыков особенностей в работе с материалами и UV-разверткой. Но зато появилось желание когда-нибудь перенести свою комнату в 3D-пространство. С этим желанием я пошел искать курсы, которые дали бы мне более цельное представление о 3D. И одноклассный курс Школа Кайны с каретой. Сейчас я понимаю, что мне несомненно повезло закрепить базовые навыки в лоб-поле моделирования именно этим курсом. Ведущий курса Павел очень понятный и скрупулезно подошел к объяснению своих действий на протяжении всего курса. Моя моделька и итоговый рендер получились благодаря ему очень хорошо, аж так, что мне сейчас нравится работая. Только однако с побочным эффектом выпить чая, когда я на нее смотрю. Параллельно курсу я потихоньку моделил окружение своей комнаты. Сделал стол, диван, двери, окна, монитор, системный блок, вешалку и шкаф. После пришел в тупик со словами Я не знаю, как сделать материалы для объектов. Чего мне делать с этим теперь? И в надежде на то, что когда-нибудь у меня получится сделать свою комнату в 3D, я скачал BlenderKit. Где были готовые материалы, текстуры и модели. В то время было дикое желание замоделить все, что есть в моей комнате. Самому. Попутно кидываю материалы, конечно же, из BlenderKit. Ибо у меня не было никакого понимания, как работать материалы и как сделать сложные модели. Перед применением BlenderKit в комнате, попробовал его в своей первой работе и получил довольно странный результат. Смирившись с этим, я решил пройти еще какой-нибудь курс. Этим курсом оказался самолет из школы Кайна. Считаю этот курс по увлекательным приключениям в хайп-поле со своими сложностями и проблемами. Особенно, когда хочешь сделать пару моделей вперед. Не делай все как по уроку. Постепенно, моя безмятежность при моделировании наполнялась отчаяниями, болью, с чаем, пока дело не дошло к материалам. Уроки по материалам прошли для меня очень быстро. Я прошел буквально 6 часов видеоуроков за опом. Прямо говоря, желанием увидеть финальный рендер. Данный курс дал мне больше понимания моделинга и создания материалов, чем все, что я прошел до этого. Однако, проблема того, чем я хочу заниматься в 3D-по, цена не решилась. Множество крупных YouTube-каналов говорят, что ценятся именно специалисты именно в какой-то конкретной области. К примеру, специалист по моделингу волос, ткани, окружения, скульпту, FX-эффектов. Со временем я приходил к пониманию, что в моей голове нет необходимых в данный момент навыков и знаний для создания чего-то своего сложного, с полного нуля. И я продолжил делать комнату и искал еще новое знание. Мое очень сильное желание сделать как можно скорее готовый рендер комнаты для ролика, Blender за 100 часов, подбило меня использовать готовые модели из BlenderKit. И скажу, что это было вполне правильное желание, ведь я хотел получить только рендер, свой концепт комнаты в 3D, а не комнату и все ее составляющие для геймдева. Благодаря курсу с самолетом, я понял как работают материалы, настраивал все готовые материалы из BlenderKit как мне нужно, накидал готовых моделей в цену, поправил у них материалы, выставил свет и получил то, чего так давно желал. Итоговая рендер комнаты. Чему я безусловно рад. Хочу сказать на пустые новичка, которые только хотят зайти в 3D и Blender в целом. Вам в первую очередь нужно найти хороший видеокурс, который будет комплексно и все цело объяснять затрагиваемые аспекты работы. Необходимо получить понимание, как строить модели в хайп-поле, как настраивать материалы и правильную топологию, даже если вы не захотите потом самостоятельно моделить или идете в скульпт. Неважно, это базовые навыки, которые точно нужно иметь. Если рассматривать школу Кайн для обучения, то рекомендую пройти только карету и сразу начать делать их робота геймдев, который, к сожалению, я не прошел. Я ни в коем случае не рекламирую школу Кайн и говорю о них только потому, что это единственные курсы, которые я нашел в открытом доступе. Если вы знаете хорошие курсы, пожалуйста, напишите о них в комментариях. Еще для закрепления материала от курсов рекомендую делать аналогичные курсы собственной работы, чтобы у вас набился скилл и не было потом творческой импотенции, как у меня, когда я не знаю, чтобы такое свое замоделить потом. Как и то, хочу сказать, что я до сих пор не знаю, чего хочу о 3D и говорю о своем незнании в контексте заработка. Ибо в первую очередь, когда я только начинал заниматься в 3D, думал, что это один из способов неплохо начать зарабатывать. Но все оказалось не так радужно, ведь нужно, как и везде, очень много работать. И в первую очередь быть себе отличным пиар-менеджером. Потому что если вас никто не узнает, никто и хорошо слово не скажет. Не говоря уже о деньгах. Сейчас мне очень нравится делать итоговые рендеры с красивым освещением и окружением. Скорее всего, я продолжу свое развитие как художника окружения, потому что те возможности, которые дарит 3D для создания красивых итоговых работ, гораздо обширнее, чем дает моя дешевая зеркалка и маленький не очень красивый город. Хотя, возможно, что меня куда-нибудь и совсем в другую сторону несет по морям Синджай. Я не знаю. И, кстати, все ссылки к видеокурсам, которые пройдены мной, будут в описании. Прощение, я желаю всем больших успехов в своих начинаниях. Чтобы вы любили то, чем занимаетесь, попутно получая с этой денежкой. Всем пока и удачи. Продолжение следует...